Привет всем! Решил запилить уличный тест светодиодных фонарей, которые у меня есть. Как вы знаете, все познается в сравнении. Сел в машину и погнал на темную сторону, в поисках неозвещенной дороги. Тестировать будут сразу 6 фонарей, 2 покупных и 4 самодельных. Видео по сборке всех самодельных фонарей вы можете найти на моем канале. Для удобства ссылки будут в описании этого видео. Сразу запускаю в небо квадролёт. Будет картинку сверху показывать с разных ракурсов. И чтобы вы понимали масштаб, стоит машина со включенным ближним светом. А в фарах установлены мощные галогеновые лампы Bosch Plus 90. Если я не ошибаюсь, это одни из самых ярких галогенок. Итак, первым идёт мега популярный конвой S2+. Это компактный, яркий и качественный фонарик. Таскаю его с собой ежедневно в сумке. Он имеет номинальную мощность около 7 ватт. Светит он отлично для таких компактных размеров. И я пока не встречал фонаря лучше в таком маленьком корпусе. Работает от одного аккумулятора 18650. И есть разные умные функции. Но, конечно, в сравнении с другими мощными фонарями он полный отстой. Взял его с собой чисто для примера. Показать его блеклый лучик. Пока готовил второй фонарь, подкатила четвёрка с пацанами. И они такие, слышь, а это ты чё, Алекс Гайвер, что ли? Я такой, ну да, только у меня новый канал, Вольтник называется. Заходите, подписывайтесь, пацаны. Они такие, окей. И погнали. Ну, новые подписчики, это всегда приятно. Так, продолжим. Вторым идёт самодельный фонарь из автомобильной светодиодной лампы. Конструкция простая. Аккумулятор, выключатель и автолампа. Фонарь получился простейший и при этом оказался очень мощный. Но из-за самодельного конусного отражателя свет бьёт тупо вперёд без фокусировки. В ближайшее время заменю ему отражатель, и это станет полноценная компактная фара. И для сравнения. В правой руке у меня тут конвой S2+. Думаю, разница очевидна. Третьим идёт крутая китайщина. Это покупной фонарь. В нём напихано сразу аж 10 светодиодов KreeXML яркости Т6. И работает он от 4 аккумуляторов размера 18650. Формально по сумме светодиодов получается около 70 ватт. Но реально он кушает меньше. Фонарь дальнобойный и имеет центральное пятно засветки, которое лупит метров на 150-200. Что позволяет засвечивать дальние объекты. Луч конечно же очень яркий. Фонарь классный и мне он нравится. Но у него есть свои недостатки. Он хоть и работает почти полтора часа от аккумуляторов, но на максимальной яркости перегревается где-то минут за 10. И ему надо давать остыть. Четвёртый. Это одна из последних моих самоделок. Фонарь на цветном 50-ваттном светодиоде. С электронным управлением на микроконтроллере. Его основная фишка это конечно же различные режимы работы. Для того, чтобы сделать цветную подсветку. Если посмотреть на его работу сверху, то видно, что лупит он не хуже фар автомобиля и освещает схожую по размеру площадь. В этот фонарь можно без проблем добавить свои собственные режимы мерцания и переливания цвета. Пятый. Ну это уже моща. Белый светодиодный 100 ваттник на повышающем преобразователе. Когда его включаешь, тупо становится светло. Благодаря линзе в зоне освещения свет равномерный и без пятен. С коптера видно, что светит он как две автомобильные фары. Из-за яркого света его приходится держать высоко, чтобы он освещал большую площадь. Но как я уже сказал, линза делает свет равномерным. Поэтому с расстоянием освещенность падает. И такой фонарь получается не дальнобойным, а работающим по площади. И последний фонарь. На 200 ватт. Да самая первая моя самоделка, которую я сделал почти два года назад. В нем два 100 ваттных светодиода с двумя повышающими преобразователями. Благодаря тому, что светодиоды разнесены в стороны, у фонаря больший угол освещения. И он освещает большую площадь, чем предыдущий. И вот вам два фонаря в сравнении. 100 ватт и 200 ватт. Как видите, яркость у них примерно одинаковая. А вот угол засветки немного отличается. Что в итоге? Формально можно разделить фонари на два типа. Те, которые светят лучом вдаль. В данном случае это китайские на 10 светодиодов. И на те, которые светят по площадям. То есть те, что с линзой. Мне понравился в работе третий китаец. Он мощный и дальнобойный. Но, как я уже сказал, у него есть недостаток с перегревом. И при работе на максимальной яркости ему нужно давать остыть. Из моих самоделок, конечно же, самым крутым был 200 ваттник. Может тут не очевидно, но вот вам архивные кадры его работы. Он круто работает именно по площади. И это отлично видно на массивных конструкциях. Но у него тоже есть недостаток. Это пассивное охлаждение, не позволяющее ему долго работать. Поэтому формально победителем я бы назвал 100 ваттный фонарик. Он светит примерно так же. Но угол засвета меньше. А благодаря активному охлаждению он может работать и час, и полтора. Еще понравилась работа фонаря на автомобильной лампе. Он компактный, простой и при этом мощный. Поэтому обязательно его доработаю, когда получу хорошие отражатели. Ну а на этом все. Я ужасно замерз, уже ног не чувствую. И поэтому погнал домой. Напишите, какой фонарь, по вашему мнению, был самым интересным. А я прощаюсь. Всем пока-пока. Удачи вас, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok